Сегодня приготовим потрясающее средство от кашля на основе молока, меда и натуральной минеральной воды. Это средство можно принимать даже маленьким детям. Кому интересно, оставайтесь со мной. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я с вами хочу поделиться проверенным народным средством от кашля. Этим средством лечили меня, и им же я лечила своих детей. Все ингредиенты очень доступны и продаются в магазине. А эффект просто потрясающий. Принимая его каждый день, за 3-4 раза вы обязательно избавитесь от изнуряющего кашля. Что же нам понадобится? Хорошее молоко с жирностью не менее 3,2%. Жирнее взять можно. Хорошая минералка. Я всегда беру из интуки номер 4. Потому как она натуральная. Конечно же, натуральный мед. Хорошее сливочное масло. Один зубчик чесночка. Кружка, в которой мы все это будем делать. И по желанию йод. Сейчас я вам объясню, как это делать. Готовить мы будем в микроволновке. Если у вас нет микроволновки, возьмите какую-нибудь небольшую посуду, чтобы можно было закипятить пол кружки молока. И так наливаем в кружку молочко ровно половину. Ставим в микроволновку и неотступно следим, когда оно закипит, но не успеет сбежать из нашей микроволновки. Когда молоко наше молоко поднялось, нужно сразу его вытащить из микроволновки. И немедля добавить туда 1 чайную ложечку сливочного масла. И уже очищенный зубчик чеснока выдавливаем на чесночницы. Прямо сюда в кружку. Конечно же берем только мякоть. Большие куски нам не нужны. Размешиваем. Добавляем 1 чайную ложку меда. Мед горячий. Класть нельзя. В нем пропадают все витамины. Но раньше об этом никто не знал. И использовали рецепт именно в таком виде. И помогал просто всем. Без исключения. Поэтому какой рецепт был в ранешние времена, такой и делаем. Не будем ничего менять. Добавили мед. Все это растворилось. И теперь смотрите, что мы делаем. Открываем наши синтуки. И прямо свежими, шипящими. Доливаем кружку. Вот так. 2 см оставляем доверху. Для того, чтобы она могла, вот как сейчас, пропениться, подняться. Если ребенок ваш маленький. И вы его хотите вылечить от кашля. То давать пить нужно прямо вот такое. Это средство сейчас очень горячее. И если же это взрослый человек. То можно еще слегка подогреть микроволновки. До того состояния. Выпить было возможно, но не обжигать полость рта. Кроме того, моя мама всегда добавляла одну-две капли йода сюда же. Я этого рекомендовать не могу, так как сейчас очень много аллергиков. И добавлять йод или не добавлять, это решать только вам. Теперь это средство нужно выпить перед сном. Мелкими глоточками, находясь уже в кровати. Выпили, укутались одеялом. Уснули, пропотели. И так 3-4 раза. Помогает просто всем без исключения. Обязательно попробуйте. Вам оно понравится. Легкого вам выздоровления. До новых встреч.